Диснейленд Расстояние чуть больше 40 километров отделяет столицу Франции от столицы детской мечты. Европейский Диснейленд, по словам самого создателя крупнейшего в Европе парка аттракционов Уолта Диснея, это земля, где мечты становятся реальностью. Парижский Диснейленд был открыт в 1992 году, а через несколько лет злые языки уже утверждали, что этот кусочек американских приключений в центре Европы долго не продержится, и расположен он далеко от столицы в чистом поле, и приносит одни убытки, и скорее всего будет закрыт. Пока руководство отрисало финансовые вопросы и решало быть или не быть, парк, являющийся самого начала дорогой кружкой в основном для иностранцев, постепенно стал излюбленным маршрутом не только для европейских туристов, но и для путешественников со всего света. К нему привыкли и полюбили здесь отдыхать целыми семьями и сами французы. Поездка в Диснейленд для многих ребятишек стала сокровенной мечтой, а для родителей – возможностью побаловать своих чад путешествием в сказку за отличное поведение, а потом и за успехи в школе. В Диснейленде можно встретиться с главными героями мультфильмов, с хозяевами этой чудесной страны. Каждый год парк посещает около 12 миллионов человек, и по своей популярности Диснейленд не только не уступает парижским достопримечательностям, но и в два раза превосходит по количеству гостей Эйфелеву башню и Лувр. Парк огромен по своим размерам и насыщен различными аттракционами. И даже при большом желании посетить их все за один день невозможно, разве что в том случае, если выбрать из них самое интересное. Но эта задача слишком трудная и почти невыполнимая. Взрослеют постоянные посетители. С ними растут и новые аттракционы. И наряду с традиционными развлечениями Старой Америки, парк открывает возможность путешествовать во времени, пересекать пространство и выходить в открытый космос. Здесь собраны практически все детские фантазии. И остается только удивляться выдумке и изобретательности создателей парка и ждать новых сюрпризов от Диснейленда. Получив порядочную порцию адреналина на бесконечных горках и в космических путешествиях, можно найти в парке и романтические уголки, где все создано для того, чтобы можно было с упоением мечтать о новых путешествиях в дальние страны, за моря и океаны.